Эсра Брак ненастоящий Я дал обещание, подписал бумаги, вот и все О чем ты говоришь? У вас с Чеглой был медовый месяц И ты радостный приехал с кольцом на пальце Это все показуха Только для того, чтобы Чегла была в безопасности О чем ты говоришь? Что за игра такая? Разве вы с ней не живете вместе? И не спите в одной постели? Не сплю Эсра, между нами с Чеглой ничего не было Я всегда любил тебя и только тебя В моем сердце нет места для кого-то еще С чего бы это? Что же изменилось? Ты говорил только о мести и о том, какая я плохая А теперь стал жалеть, раз я так страдала? Мне не нужны ни твоя любовь, ни твоя жалость, ни твоя страсть Мне ничего от тебя не надо Жалость тут ни при чем, разве ты не видишь? Я люблю тебя, я люблю тебя, Исра Как ты этого не понимаешь? Я... Я хотел быть с тобой, когда тебе было плохо Но ты будто держала меня в кромешной тьме И я столько раз хотел найти свет Я хотел все понять Но ты оставила меня И ничего мне не сказала Я только узнал, почему ты ушла Поэтому я не мог тебе верить Да, я опоздал Да, я последний мужелан, ладно Но, пожалуйста, дай мне исправить ошибки Прошу, это все, чего я хочу Азан, чего ты от меня хочешь? Хочешь, чтобы я только из-за этого бросилась на тебя? Мне стать любовницей женатого мужчины? Серьезно? Подожди Просто подожди, и я все исправлю Азан Все закончилось Не когда ты женился на Чигле А когда ты не разобрался И просто сразу сделал ей предложение Понимаешь? Все кончено Не кончено Ничего не кончено, Исра Исра, я знаю, ты все еще меня любишь И знаю, что ты будешь меня ждать Ты так думаешь? Да Что ж, посмотрим Спасибо, Ченар Пустяки Неправда Для меня это важно Но часто так не делай В следующий раз меня тут не будет Я знаю, ты злишься Но прошу, дай мне шанс Я хочу все исправить Какой шанс? Что ты хочешь исправить? Знай, что нужно сделать Просто иди туда Откуда пришла И оставь уже нас в покое Понятно? На этот раз я не уйду Я буду бороться Ты опоздала, мама Мы уже выросли Ты нам не нужна Нет, мама нужна всем и всегда Слушай, я не знаю Как выглядит со стороны Но изнутри мы сломаны И давно Ты посмотри, что было с чеглой Она держится за свою единственную любовь Изо всех сил Я вижу И все понимаю Поэтому я и не уйду Пока не помогу вам Да делай ты, что хочешь Я все равно не увижу Весь твой бред Заберу Исру И уеду отсюда В каком смысле? Куда это? Я переезжаю в Анталью по работе Ты правда в нее влюбился? Да, влюбился Потому что она все то, чем ты не являешься Она добрая Сильная Заботливая И я сделаю все, чтобы быть с ней Но я не хочу ее Заставлять, понимаешь? Я хочу заслужить ее И вообще Зачем я это рассказываю? Отвезу тебя в Анталью Привет, Азан Чигла Ты еще не спишь? Не могла уснуть В смысле, не знала, куда ложиться Вот и ждала тебя Конечно Ты ложись на кровати А я посплю на диване Азан, я и так мешаю Не надо таких жертв Не волнуйся, Чигла Это ведь только Временно Не навсегда Я знаю Не надо напоминать Я не ложусь спать так рано Вот что я хотел тебе сказать Сейчас принесу подушку и белье Азан Раньше ведь все было не так Мы постоянно болтали, смеялись, веселились А теперь ты меня избегаешь Чигла Азан У меня для тебя предложение Давай отбросим эту неловкость Я хочу снова быть друзьями, как раньше Ты права Потому что я не понимаю, как нам быть А расстраивать и обижать тебя я совсем не хочу Ну ладно Я хочу, чтобы мы вернулись к прошлым отношениям Стали друзьями и веселились Ладно И больше никаких грустных лиц Сейчас принесу белье и подушку Ладно Я очень хотел прийти на свадьбу Но был за границей Простите Ничего Мы можем сходить поужинать Вообще мы хотели устроить вечеринку в нашем доме Правда? Да, конечно Можем собраться Тогда давай скажем, когда Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Эрен, подойдешь на секунду? Конечно Я принесла тебе кофе Мне? Да Почему ты удивлен? Не знаю, спасибо, ты так добра Да это пустяки Я хотела попросить Ты можешь помочь мне на веранде? Ну да Я хочу кое-кому сделать сюрприз Ты в деле? Сюрпризы моя фишка Конечно помогу Что надо делать? Я все сделаю Пей свой кофе, а я расскажу Ладно Уже интересно Дорогой Эко Как дела? Сначала Экрем, потом Эко Теперь Дорогой Эко Вот это изменение Все хорошо, дорогая Лифа У тебя Хорошо Не хочешь сходить в кино? А потом попьем кофе, все обсудим Нельзя Если мы пойдем, там будет куча всего Ты чего это? И попкорн, и чай, и кофе, сколько же денег? Я же задала вопрос Не сейчас В смысле, идея супер Кино это всегда интересно Но давай потом Мы обязательно сходим Но потом Правда, пока непонятно, когда Но будут и чай, и кофе, и билеты, и попкорн Давай потом А сейчас мне пора Меня папа ждет Ему надо помочь Но Мы пойдем Просто не сегодня Еще увидимся Не сегодня, но точно увидимся Меня что, вы так отшили? Папа Вот я принес все, что нужно Молодец, Эко Вот Тут все, что ты просил Да-да-да Да, давай Все по списку Что ж ты так поставил? Все же увидят Надо прятать, пока мама не заметила Давай прятать Только куда? В холодильник Давай Да, Эко Это же не ресторан, а мастерская И мама холодильник вообще не открывает Ну, гениально, сынок Гениально Точно Положим туда, куда она не смотрит Эко Ну, точно С ее-то ростом она не увидит Ставь стул, давай Передать тебе? Конечно Заставляй все И это тоже Папа, подержи вот это Ладно Вот пакет Да, клади туда Давай Молодец Давай обратно И вот это забирай Эко А про трубу-то мы забыли Какую трубу? Что тут происходит? Ничего Это шутка Эко снова спятил Я и говорю Трубу ему надо Чтоб пар выходил Папа купит мне трубу Представь, как я по улице Так буду ходить Мам Прикольная же идея Вы совсем, что ли? Да ладно тебе, мам Папа Может, пошутишь смешнее? Мам Мы тут с папой подумали Ты ведь устала Весь день носилась Так что мы решили Что сами закроем вечером ресторан А ты пока пойдешь домой Отдохнешь Телевизор посмотришь А мы тут справимся Что думаешь? Чайку себе заваришь Перекусишь Да, здорово же И что вы затеяли? Да ладно, мам Какая ты стала подозрительная Никакого добра не принимаешь В самом деле Знаешь Тебе будто сидит Зюмрют карфалы Клянусь тебе Эко прав Ты совсем Разучилась видеть хорошее То одно, то другое Сплошная паранойя Ну все, все Не сердись Ладно, Елчин Не обижайся Хорошо Закрывайте ресторан Только все должно Остаться на месте Ну, конечно А что мы можем тут сделать? Еще бы Взорвем, что ли? Душа моя Мы уже совершили ошибку Но потом все исправили Ладно Я приду домой пораньше Отдохну Ну вот, видишь Пап, все готово Я все спрятал Вечером отправим маму И начнем свое дело Так? Конечно Да? Азанбейк, вам эсра Вы свободны? Да-да Впустите ее ко мне Эсра Азан Вчера ты изложил мне свое мнение Теперь моя очередь Хорошо Главное то, что ты хочешь говорить Садись Нет Я садиться не буду Встретимся вечером на веранде Хорошо? Да, конечно Тогда до вечера Элиф Иди сюда, дочка Я тебе приготовила особое блюдо Я как раз ужасно голодная Мама Что это? Серхат Серхат? Что за Серхат? После выпуска из научной школы с медалью Он пошел в инженеры Получил диплом и хорошо сдал экзамены У него нет плохих привычек Он любит музыку и хочет жениться У Серхата умеренный характер Аллах Мам, что это такое? Почему ты злишься? Что такое? Просто скажи, что он тебе не нравится А не кричи Рейхан Неси следующего Этот ей не понравился Вот, держи, Элиф И ты тоже, тетя? На меня не смотри Меня заставили А это и Юб Он тоже окончил университет А теперь у него своя компания Мама, ты о чем вообще? Это же лысый старикан Если он тебе так нравится Отдай тете Так, а я-то тут при чем? Разве ему понравится твоя тетя? Что ему с ней делать? Сестра Рейхан, ничего не вышло Он ей не понравился Она боится слишком взрослых Запомни это Мама А с чего спешка? Ты хочешь выгнать меня из дома? Доченька, да какая спешка Ну что ты Не собираюсь я тебя выгонять Тебе просто надо забыть этого Эко Видела я, как ты все сближалась с ним Это ведь ужасно Нет Сама подумай Я ведь ужасно теперь нервничаю Мама, о каком сближении ты говоришь? Я видела Я не вынесу, если еще один карфалы Станет артеном Не вынесу Мама, слушай Мы с Эко просто друзья Но да Он для меня очень важен Вот Я не так давно это поняла Приятного аппетита Мне это не нравится Все эти Друг И важен Это все сплошные глупости Я не понимаю, что такого в этих эртенах Что вас в них привлекает? Чинар? Ну вот Как раз думал, как бы мне отвлечься, а тут ты Давай Садись, дорогая Как прошел вечер? Что было, когда я ушел? Мы поели Им понравилось приложение Так что все идеально Класс Расскажи лучше о себе Ты так быстро ушел Ну У моей мамы Был нервный срыв Она психанула и порезала свою руку Был такой переполох Я повез ее в больницу Купил ей лекарства А потом отвез в отель Так что вчера я сдержал обещание Которое когда-то себе дал Чинар, ну чего ты? Это правильный поступок Ты же не мог ее бросить Ну Я мог никуда не ехать, Асра Эта женщина никогда не ухаживала за мной Она не заслуживает моей доброты Но нет Конечно, Чинар все равно побежал, как миленький Ну что ты, Чинар У тебя такое доброе сердце Чинар Ты один из лучших, умнейших людей на земле Так что не надо себя ругать Прекрати Спасибо Мне стало лучше Но мне Все равно будет легче, когда она уедет Только я боюсь, что она приехала сюда не на один день Ну ладно Давай теперь о хорошем Я ведь вчера так и не доел Может, поужинаем сегодня Что думаешь об этом? Не получится Потому что у нас другие планы КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Азан, в чём дело? Что мы празднуем? Я не знаю. Тинар, все здесь. Давай уже объявим. Да. Итак, всем привет. Раз Чегла и Азан наконец-то пришли, я могу всем рассказать. А можете все подойти поближе? У меня есть объявление. Супер. Наверняка вы гадаете, зачем мы собрались. Очевидно, мы празднуем только что. Я уже давно кое над чем работал, но никогда об этом не говорил. А у нас уже есть результаты. Мы открываем офис в Анталье. Браво! Ура! Браво! С ума сойти, даже я не знала. Поэтому мы с Ченаром летим в Анталью по работе. Как грустно. Сколько вы там будете? Ну, сказать трудно. Думаю, около полугода. Это ведь очень серьёзный проект. К счастью, Эсра согласилась мне там помочь. Поздравляем, Ченарбей. Поздравляем, Эсра. Спасибо. Молодец, Эсра. Спасибо. Ченар, а мне ничего не сказал. Ну, даёшь. Я хотел устроить сюрприз. Спасибо, спасибо. Да, да, спасибо. Ну что, Азан, простите, Азан Бей, вы меня не поздравите? Что ты делаешь, Эсра? Я уезжаю. И радуюсь, что больше тебя не увижу. Друзья, давайте дальше праздновать. Да, давайте праздновать. Ура! Вы можете поехать в экспедицию. Было бы здорово. Я так рада. Что это за проект? Почему я о нём не знал? Да ладно, Азан. Я хотел сделать сюрприз. Ты не рад? Не рад. Проект отменяется. Нет, ничего не отменяется. Кем ты себя возомнил? Сначала прятался за доли отца, а теперь строишь тут босса. Я всю свою жизнь положил на эту компанию, Ченар. Это не игрушка! Азан. А чего ты так напрягся? А? Говори открыто. Все счастливы. Все празднуют. Чегла рада. Чего ты разорался-то? Скажи мне. Ченар. Для таких проектов надо готовиться, Ченар. Нельзя идти слепо. Как идиоты. Хватит врать. Скажи, почему ты переживаешь? Будь честным. Ченар. Азан. Оглянитесь вокруг. Здесь не место для ссор. Возьмите себя в руки. Чегла права. Простите. Продолжайте веселиться. Прости, Чегла. Ченар. Азан. Азан. Азан, стой. Мне не до тебя, Чегла. Я разберусь. Как только я что-то делаю, он ставит палки в колеса. Потому я и молчал. Вот что случилось бы. Ченар, успокойся. Мы все переживем и достигнем самых высот. Нас еще все будут уважать. Ты такая милая. Он ушел. Его не остановить. Вот баран. Типичный Азан. Переживает, когда что-то сделали без него. Ничего, он смирится. Кстати, в отличие от Азана, я за вас рада. У вас все получится. Спасибо. И сами знаете, перемены идут на пользу. Переезд всегда бывает полезен. Особенно для тебя, Исра. Последнее время ты какая-то грустная. Напротив, Чегла Ханым, мне очень хорошо. Я уже очень давно не была такой веселой. Здорово. А будет еще лучше. Мы летим в выходные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Божественно, да. Вот. Это мое творение, Эко. Просто совершенство. Клянусь, получилось намного лучше, чем в прошлый раз. Неплохо, пап. Просто идеально. У тебя правда все получилось? Да, да, да. Ты посмотри, Эко. Что? Откуда тут муха? Какая муха? Поймай ее. Да какая муха? Ей нельзя залететь в парфюм, иначе вся работа коту под хвост. Поймай ее. Вот же она летает. Ты ее не видишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так спокойно. Все хорошо. Тихо. Ты уверен? Да, я все успел поймать. Эко. Кажется, сердце остановилось. Мое точно остановилось. Ну ладно. И муха улетела. Точно улетела. Ну да. Ее нет? Да-да, никаких мух, папа. Ты уж не злись, но все настолько хорошо идет, что мне страшно. Правда, это уже бред какой-то. Эко, тихо, а то накаркаешь, сынок. И то верно. Ну все, за дело. И что, нас накрыли? Прямо сейчас? Как только я сказал об этом? Эко, сын мой, расслабься. Теперь иди к двери и спокойно открой. Скажи тем, кто пришел, что мы уже закрыты. Мы закрыты. И все, они уйдут. Папа, когда ты злишься, ты прям весь меняешься. Что за глупости? Какой год на дворе, а ты все как ребенок. Открой. Добрый вечер, зюмрют карфалы. А это еще что? Весь такой... Ты что, клоун? Да нет, я... Ну да, работы нет, хоть в клоуны пошел. Да тут все нормально, у нас дезинфекция. Вот поэтому так и пахнет. А вы тут стоите, не надо. Не вдыхайте, уходите скорее, давайте. Не вдыхать? Как это? Вообще-то, пахнет даже хорошо. Что это за средство такое? Тетя зюмрет. Все хорошо? Что такое? С чего вы решили прийти? В чем дело-то? Ничего такого. Я выписала тебе чек, чтобы ты бросил мою дочь. Что? Чек? Какой чек? Да. Это у вас семейные традиции такие? Но я не возьму. Нет. А еще вы повторяетесь. Найдите уже что-то новенькое. Вы даже не знаете о моих слабостях. Опять предлагаете деньги. Я знаю. Ну и ладно, все равно не возьму. Ты посмотри, сколько тут нулей. Не стану. Нет, ты посмотри. Да не буду я. Нет. Ну и ладно, ты бы все равно не понял, у тебя мозгов не хватает. Я посчитаю. Один, два, три, четыре, пять. Пять нулей. Пять. Пять. Я пойду, пока не передумал. Иди сюда, смотри. Смотри сюда, раб. Аллах. Ну ладно, чеки не годятся. Надо наличными давать. Просто вручил, и все готово. А чеки для них слишком сложные. Что ты там про чеки говоришь? И вообще, где ты была? Мама. Пошла к этому ЭКО и предложила чек, чтобы он тебя бросил. Как ты могла, мама? Это ужасно. И что, он взял чек? Куда ему брать-то? Как будто он понимает. Он даже на нули не взглянул. Ну что за молодежь? Я не понимаю. Даже не взглянул на нули? Да. Ух ты. Не стал. А я бы посмотрела. Три нуля пять нулей, десять нулей. Сколько? Может, там дата не та стоит. Надо же проверить, а он не стал. Представляешь? Что такое? Что ты смеёшься? Что смешного? Я не смеюсь. Правда. Неправда. Нет же. Я же вижу. Не смейся. О чём ты думаешь? Прекрати. Успокойся. Вся эта ерунда только запудрила тебе мозги. Забудь о нём. Давай. Давай. Ладно, мама, только не злись. Не буду. Мы пока встречаемся. Вот и хорошо. Пока. Пока. Бизнес – это прикрытие Муса. Он хочет забрать Эсру. Не надо было кричать. Вы поссорились у всех на глазах. Это нехорошо. Думаешь, мне не плевать? Да мне всё равно. Чинар задумал играть со мной в игры. Может, Эсра тоже хотела уехать? Правда же? Я её знаю, Муса. Эсра делает всё, чтобы меня позлить. Она меня выводит. А Чинар только и рад. Он попытается завоевать Эсру и сделает там всё возможное. Эсра и как-то не догадалась. Многое произошло. Девочки так часто разбивали сердце. Что она должна была делать? Скажи мне. Папа? Папа? Эко? А где все наши вещи? Всё хорошо. Наш шедевр и всё остальное убрано. Я так хорошо спрятал, сам шайтан не найдёт. Эко, слушай. Всё должно пойти хорошо. Папа, о чём ты говоришь? Сплюнь давай. И успокойся уже. Вот так? Да. Сейчас только... А чем это пахнет? Как будто парфюм? Что? Вроде нет. Ничем не пахнет. Обычный запах кафе Менекше. Конечно, просто еда. А тебе нравится? Да, очень. Какой-то знакомый запах. Как будто уже был. Дочка, да посетители всегда что-то брызгают. Напшикаются тут своими... Да зачем столько лить? Как будто душ принимают. Надо пшик-пшик и всё. Ну ладно. Идёмте наверх. Все Эртены. Мне надо вам кое-что сказать. Что такое, дочка? Что-то случилось? Нет, всё хорошо. Просто не буду говорить. Сначала поднимайтесь. Вот это да. А что за дела? Ну, сейчас узнаем. Что случилось? А что, вы боитесь? Дело серьёзное? Ну, немного, да. Заходите. Азан, ты имеешь право злиться. Но пойми и Чинара. Он хочет показать себя. И так себя показывают, Чигла? Да. Иначе он так и будет решать лишь мелкие задачи. Ему надо дать шанс сделать что-то большое. Понимаешь? Плохо ты знаешь брата, Чигла. Дело тут не в шансах. У него другая проблема. И в чём его проблема, Азан? Мне задать тебе тот же вопрос, Чинара? Ты злишься. Ты злишься, потому что Эсра улетает. Чигла? Что, Азан? Я спрашиваю, потому что это очевидно. Я не буду обсуждать с тобой Эсру, Чигла. Я уезжаю в Анталию по работе. Самолёт уже выходные. Не переживайте, всего на полгода. Что тут скажешь? Не знаю. Мы будем волноваться. Папочка, не надо. Я же еду с Чинаром. Так даже хуже. Как твой брат, я бы хотел, чтобы ты летела одна. Я мог бы полететь с тобой, но у меня плохие воспоминания. Об Анталии я не полечу. Извини. Как я и сказала, ничего страшного. Ну ладно, я хочу спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи, дочка. Иди, конечно. Войдите. Мама. Эсра. Эсра. Я задам тебе один вопрос, только ответь на него честно. Ладно. Ты... Ты улетаешь, чтобы сбежать от Азана? Да, мама. Я хочу сбежать от Азана. Но расстояние в этом не поможет. Ты уверена, что это хороший план? Да, мама. Я приняла правильное решение. Для меня это лучший вариант. Но он женился. Ведь все закончилось. Я понимаю, мама, но я так устала. Я устала быть стойкой. Устала играть чужие роли. Я очень хочу уехать. И оставить все это позади. Мне все надоело. Ладно. Раз ты этого хочешь, так и будет. Хочу. Моя девочка. А теперь отдыхай и спи. Ладно? Ладно. osten КОНЕЦ Ты хоть когда-то успокоишься, Азан? Ну, чего тебе, Азан? Эсра, спускайся, я жду тебя. Что? Что? Что ты задумал? Я не спущусь. Тогда я поднимусь. Нет, стой, не надо. Ладно, я спускаюсь, спускаюсь. Что ты творишь? Зачем ты приехал? Что подумают люди, если увидят нас вместе? А мне плевать на всех, Эсра. Я тебя не пущу, забудь про Анталью. Думаешь, тебе решать? Да, мне, потому что ты просто меня так злишь. Азан, ты вообще кто? Кем ты себя возомнил? С чего ты вторгаешься в мою жизнь? Я не злю тебя, это мое решение. Эсра, я не могу отправить тебя туда с Чинаром. Опять он про Чинара. Отстань от него. Иди заботься о жене и браке. А от меня отстань. Нет никакого брака. Эсра, почему ты не понимаешь? Азан, ты женился на чегле после нашего разговора на пляже. Как мне тебе верить? Скажи мне. Нет никаких мы. Прими это. Все кончено. Забудь, Азан, уходи. Я не уйду, Эсра. Я не могу. Что, почему ты так смотришь? Я рад, что ты работаешь, сынок. Но мне будет одиноко. Пап, ну что ты говоришь? Будто я уезжаю в другую страну. Мы все равно будем видеться. Ты и сам хотел, чтобы я был ответственным. Я работаю, расширяю компанию. Кажется, не все так просто. Мне тут птички напели. Азан созвал собрание, чтобы все обсудить. Пусть делает, что хочет. Я не собираюсь отменять планы. Чинар, хватит ссориться с Азаном. Он женат на твоей сестре. Вы же братья. Папа, давай сменим тему. Я так не могу. Ладно, ладно, сменим. Лучше ешь свой завтрак. Что было с мамой? Я слышал, ты отвез ее в больницу. А что могло быть? Типичная мама. Пропала и вернулась с очередной драмой. А что делает Чинар? Все решает, как обычно. И отвез ее в отель. Чинар, будь осторожен. Речь идет о твоей маме. Она просит намного больше, чем ей дает. Ничего, я хорошо знаю маму. Мне жалко Чеглу. Мама всегда пудрит ей мозги. Будь моя воля, я бы не дал им видеться. Но с Чеглой стало невозможно разговаривать. Ты попробовала сыр? Он из Рима. Очень вкусно. Я удивилась, что ты меня позвала. А Азан здесь? Нет, мама. Он ушел еще рано утром. Делает все, чтобы не быть со мной наедине. И ты не грустишь? Не говори, что ты сдалась. Конечно, нет, мама. Но есть и хорошие новости. Эсра уезжает из Стамбула. Наконец-то. И куда? В Анталию. С Чинаром. Они там откроют офис. Так вот, о чем говорил Чинар. Это хорошо. Конечно, хорошо. Теперь только я буду на стороне Азана. Залечивать его раны, поддерживать. И он меня оценит. У нас будет второй шанс. Вот что я тебе скажу. Не надо рассчитывать на других людей, Чегла. А что мне делать, мама? У меня есть шанс? Я пытаюсь быть с Азаном. Но он видит только другую. Ничего себе! Ну и Азан! Приехал к тебе и сказал, что не отпустит тебя. Аллах! Зино, быстро же ты успокоилась. Ну, он ведь почти не женат. Не знаю, я вот впечатлена его поступком. А я не впечатлена, Зино. Чему тут радоваться? Ты забыла, как он со мной поступил. Думаешь, я буду теперь ему верить? Ни за что. Ладно. Но, судя по всему, он сдаваться не собирается. Да. Поэтому я и хочу уехать. Иначе он так и будет ко мне приезжать. Постоянно вызывать меня в компании. Я так устала от всего этого. Правда, очень устала. Муса, я не сдамся. Я сделаю все, чтобы не дать Эсре уехать. Ну, ладно, давай. Но тебе не кажется, что уже поздно? Поздно или рано? Я все равно найду выход. Ну, а что ты можешь? Что? Я директор компании, Муса. Я просто отменю этот проект в Анталье. Ладно, но надо убедить в этом весь совет. Им плевать, готов Чинар или не готов. Они захотят расширять нашу компанию. Это логично. Они могут тебя не послушать. Я сделал уже очень многое, Муса. И сейчас тоже не сдамся. Аллах. Неужели я пользовалась духами? Пахнет здорово. Вы чувствуете? Чувствуете? Ничего подобного. Это же просто масло. Да, папа? Верно же? Да, похоже даже на баклажаны, да? Ну да, да, немного. Душа моя, что-то у тебя странные рецепторы. Может, тебе пора к врачу? Что думаешь? Да, согласен. Надо ведь всегда проверять, что у нас с рецепторами. Ну что, пойдем, папа? Да, да, конечно. Вместе? И куда вы пойдете? Ну, на футбольный матч. Да. Мы решили пойти покричать побольше. Давно мы никуда так не ходили. Да? Да, 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 да. Совершенно верно. Идем, папа. Идем. Нет, пап, стадион же там. А, точно. Ну, пошли. Конечно, идем. Увидимся вечером, душа моя. Люблю тебя. Пока, мама. Здравствуйте, тетя Минокше. Привет. Эко здесь? Нет. А где он? Пошел на какой-то футбольный матч. Футбольный? Да. Ну, ладно, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Но сегодня же никто не играет. Тут что-то не так. И в кино он не захотел. Чинар, не могу поверить. Мы правда летим в Анталью? Да. Кстати, Сра, я нашел такое место, что ты не захочешь лететь в Стамбул обратно. Какое? Целая вилла с садом и бассейном. Апельсиновые деревья. А зачем я говорю? Вот, смотри. Какая тут красота. Что это, Чинар? Это целый замок. Встреча с владельцем отеля прошла хорошо, так что у нас будут и другие договора. Будем судить после встречи, Пенар. Конечно, Азанбей. Ну что, останемся в отеле, или будем жить полгода здесь? Ну, давай посмотрим. Ну, ладно. Жильем решили. Осталось разобраться только с собранием, и я вернусь к тебе. Увидимся позже, да? Конечно, до встречи. Ладно. Хотела, чтобы... Здравствуйте. Азанбей все подытожил, и он уже пришел. Здравствуйте, Азанбей. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте, Чинарбей. Здравствуйте. Добрый день. Как дела? Хорошо, а ваши? Спасибо, тоже ничего. Итак, Азанбей, с чего такая срочность? Мы слушаем. Чинар Елмаз кое-что решил и предпринял попытки в этом направлении без моего совета или ведома. Хорошо. Мы, как компания, всегда открыты к новым решениям и инициативам. Но, как Миллениум Софт, наша структура не готова добавить такой мегаполис, как Анталья, в приложение. Чинар еще новичок в этом деле, хотя я, правда, понимаю его нетерпение. Думаю, ваше импульсивное решение из-за неопытности, Чинар. Спасибо за ценные комментарии. Если нашей инфраструктуры недостаточно, усилим ее? Но вы ответственны за то, что она до сих пор не была усилена. Мы потратили на это все финансы и много технических нюансов. Вы это не поймете, Чинар. Но раз уж вы приняли волевое решение без испытаний, без должных знаний, с таким энтузиазмом, довольно естественно, что вы жалуетесь. Так ли это? Вы можете ошибаться, Азанбей. Я учился очень хорошо. В бумагах перед вами вы увидите графики прибыли от операции на внутреннем рынке, если начнем проект «Анталия» сегодня. Друзья, это лишь воображение. В нем нет ничего. Азанбей, если вы не согласны, тогда давайте проголосуем за решение. И пусть все согласятся с результатом. Прошу, голосуем. Вперед. Тогда давайте голосовать. Кто за старт проекта «Анталия»? Это все? Тогда мои поздравления с нашей операцией «Анталия». Спасибо. Простите, что отнял ваше драгоценное время. Извините за Азана. Если хотите изучить графики, можете найти их на нашей почте. Увидимся позже. Хорошего дня. Чигла, ты хороший управленец. И ты всегда им была. Почему ты подняла руку, зная, что «Анталия» – плохое решение? Я не считаю, что это плохое решение, Азан. К тому же Чинару нужна такая ответственность. А еще они с Исрой могут начать с чистого листа. Я не хочу этому препятствовать. Увидимся. Илчинбей. Уже намного лучше, чем в первый раз. Пахнут здорово свежестью. Поздравляю. Спасибо, Ханым и Фенди. Я помогал. Спасибо. Мы поставили все, что есть на это. Улучшили свой продукт. Доверились инновациям. Я вместе с сыном работаю. Даже нанял его. Это я. Если вы готовы запустить массовое производство, мы можем начать поставлять его. Массовое производство? А вот это невозможно. Нет такого слова в нашем обиходе, Ханым и Фенди. То есть я, например, не помню, что когда-либо использовал это слово в предложении за всю жизнь. Папа, а здесь же настоящий конверт. Прошу, перестань про невозможно. Ханым и Фенди, выскажусь так. Мы можем начать производить массово так быстро, что вы удивитесь. Все произведем на раз-два. Правда, пап? Эко, сынок, а как же мама? Пап, а что мама? А при чем тут мама? Оставь маму в покое. Давайте, это будет ваш первый аванс. Будет? Будет, пап. Папочка, наличка лежит прямо здесь. Прошу тебя. Поздравляю. Наслаждайтесь. И мои поздравления. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Эсра, поздравляю. Совет одобрил проект, ты уезжаешь? Я слышала. Чинар мне сказал, я так счастлива. Это здорово. Мы с Азаном тоже можем приехать к вам. Уже вчера мы с ним обсуждали, куда поедем, но... Чегла, я знаю, что твой брак с Азаном неправда. Все это счастье наиграно. Еще надеешься его вернуть, я понимаю. Ну, продолжай играть, как на сцене. Живи, как хочешь. Но больше со мной так не разговаривай. Ведь я не буду белой и пушистой. Эсра тоже едет, да, Минакше? Ты грустишь? Правда? Не грусти. Я дам тебе денег на билет, так что можешь ехать. Что не так? Это не то же самое, изюмрют. Ты все преувеличиваешь, как всегда. Она не отправится на другой конец света. Разве нет? Она едет в Анталию. И что? Ты ведь можешь ее навещать. Проблему денег решу я. Я позабочусь об этом. Даже не беспокойся. О чем они там разговаривают? Кто? Смотри. Выбирай любой план. Если хочешь, посмотрим кино. Я закрою кинотеатр для нас двоих. Давай пойдем туда и выпьем самый вкусный, фильтрованный, лучший кофе. Давай посмотрим кино без ограничений. Без ограничений на какие-либо траты. Я не знаю, почему я такой сегодня. Представь, что я изюмрют карфалы. Не хочу, Экарем, спасибо. Можешь идти и смотреть фильм один. Почему такое отношение? Я не понимаю. Какое? Очевидно, что тебе надо заняться работой. Когда я позвала тебя в кино, ты отказался. Прихожу в ресторан, тебя нет. Твоя мама говорит, ты на матче. Да. Мы оба знаем, что тогда никто не играл. Да. Если не хочешь, можешь просто сказать. Так будет лучше. Я не обижусь. Да я не хочу. Думаешь, это возможно? Да, я объясню. Мы с папой вписались в парфюмерный бизнес. И теперь мы в процессе производства, так сказать. Мама не знает об этом, ведь в прошлом происходило много плохого. Мы сожгли ресторан, так что моя мама никогда такого не позволила бы. Вот и все, ничего более. Больше я не вру. Это правда. Парфюм? Да. Поэтому ты так пахнешь? Да. Да, поэтому. Только поэтому. Итак, мы пойдем в кино смотреть что-нибудь с тобой. Пожалуйста. Хорошо, тогда сходим. Встретимся здесь днем. Ладно, здесь. Что мы будем смотреть? Я уверена, ты хочешь боевик. Вовсе нет. Я люблю фильмы об искусстве. Мне не нравится, что они хихикают. И мне. Можешь вообще представить нас вместе? Карфалы и Эртены. Наша продолжительность жизни резко снизится, как и качество жизни. Не бывать этому. Согласна. Грустно, но соглашусь. Надо остановить это немедленно. Зюмрют. Немедленно. Точно. Слушай, все по факту. Конечно. Все по факту. Поздравляю. Спасибо. Ты глаголишь истину впервые за многие годы, Минекше. Честно и откровенно. Я не хочу такого. Нет, ни за что. Ни за что. Доброе утро, Мосса. Я думал, что я могу сделать. Так что выбрал быть на твоей стороне, так как Эсра уезжает сегодня. Здорово, но... Ты правда думал, я буду смотреть, как Эсра уезжает? Что? Но ты все испробовал, чтобы она осталась. Эсра не хочет тебя больше слушать. Я знаю, ты прав. Она не хочет. И что ты собираешься делать? Что? Увидишь. Поешь еще. Я съела все, что могла. Дорогая, я для тебя кое-что испекла. Положу тебя в дорогу, в самолет. Сейчас. Мама, она летит бизнесом. Зачем ей что-то класть? Не волнуйся, мам. С голоду не помру. Пап, прошу, хватит хмуриться. Я знаю, я должен радоваться, но... Да, я радуюсь за тебя, но... Нелегко быть отцом. Что поделать? Я очень вас люблю, моя дорогая семья. Я так рада, что вы мои родные. Слушайте, я хочу знать каждую подробность обо всем, что здесь происходит, ладно? Даже ежедневное меню. Не волнуйся, сестра, все, я тебе напишу. Машина подъехала. Иди. Это? Добрый день, Исраханэм. Давайте заберу ваш багаж. Он вон там. Давайте помогу. Вот, дочка, возьми выпечку. Не тяжело ли? Дорогая. Папуля. Позвони, как приземлишься, ладно? Не заставляй долго ждать. Конечно, я вам позвоню. Мама. Слушай, будь очень осторожна, ладно? Очень. Ладно, вы тоже берегите себя. Помогайте друг другу, Зину. Это все твоя ответственность, поняла? Не беспокойся, сестра. Ты давай о себе заботься. Дай мне это. Ты будешь есть выпечку в самолете? Аллах. Слушай, я положил пальто и все остальное в твой чемодан. Носи, если будет холодно, ладно? Братишка. Будь осторожна. Ладно. Ладно, я поехала. Эсра, ты взяла те мягонькие носочки? Взяла, взяла. Ладно, позвони нам. Не пей слишком много копий. Но пока. Пока. Ладно, будь осторожна. Мама, ты правда будешь воду лить? Ладно, все-все. Пойдем, не переживайте. Я не ожидал, что ты так поднимешься. Был всего лишь стажером, а теперь посмотрите на него. Едет в Анталью. Поздравляю. Я горжусь тобой, горжусь. Спасибо, пап. Еще погоди, я займусь этой работой в Анталье. Надеюсь. Ладно, хорошей дороги. Увидимся, пап. Увидимся. Где Хасан? Он заболел чинарбей. Послали меня вместо него. Ладно, поехали. Нельзя опоздать. Конечно. Что случилось? Почему мы остановились? Зачем вообще сюда поехали? Это не дороговый аэропорт. Я хотел срезать чинарбей. Как я мог знать о пробке? Вот это срезали. Замечательно. Поверни вон туда, иначе я пропущу рейс. Что происходит? Двигатель чинарбей иногда с ним бывает такой. Что значит, иногда с ним бывает? Чтоб тебя. Я опоздаю на свой рейс. Алло. Алло, чинар? Ты где? Я здесь, ты внутри? Не знаю, что сказать, Эсра. Даже не близко. Что это значит? Я не понимаю, ты где? Машина сломалась. Мы застряли. А мне что делать? Идти или ждать? Нет, Эсра, не жди. Давай, иди. Я догоню так или иначе, ладно? Ну, ладно, я пошла. Будь осторожен. Но приезжай поскорее, поторопись. Идемте. Ну же. Брат, я вызываю такси. Такси. Я так опаздываю. Давай-давай. Чинар, где ты? Ханэм и Фенди, не могли бы вы пристегнуться? Конечно. Могу я узнать, когда самолет взлетает? Мы готовимся к взлету прямо сейчас. Что? Могу я сойти тогда, чтобы мы с моим другом полетели следующим рейсом? Чтобы вам сойти, потребуется много времени. Вы тогда всех подведете. Тогда ладно. Приятного полета. Спасибо. Ну же, Чинар, где ты? Азан? Анталья красива в это время года. Нам будет очень весело. Азан, что ты делаешь? Как ты здесь оказался? Я лечу в Анталью. В смысле, летишь в Анталью? Это место Чинара. Чинар придет. Чинар купил это место. Нет, это мое место. Извините. Прошу прощения. Скажите, могу я пересесть? К сожалению, Ханэм и Фенди, все места заняты. Как? Как это заняты? Ладно. Хочешь выпить до взлета? Азан, помолчи. Не хочу тебя слышать, пока не приземлимся в Анталье. Где Чинар? Надеюсь, прилетит следующим рейсом. Аркан, я пропустил рейс. Купи мне билет на следующий. Ладно, Аркан, скорее. Бери ближайший. Любой. Давай. Да, спасибо. Да? Да, это я. Моя мама. Ханде Ханэм. Что? Понял, еду. Спасибо большое. Привет, Муса. Ты не знаешь, где Азан? Нет, разве не здесь? Не здесь. И дома его нет. Спросила Пенар, она тоже не знает. Он тебе ничего не сказал? Нет, ничего не сказал. Аллах, телефон выключен. Интересно, куда он делся? Муса, если что узнаешь, дай знать. Ладно. Чинар, ты не должен быть в самолете сейчас. Чигла, я пропустил рейс. Ну так купи билет на следующий. Не важно уже. Чигла, я скажу тебе нечто важное. Но ты не паникуй, ладно? Обещай мне. Хорошо? Выкладывай. Мне позвонили. Маму нашли. Без сознания в номере. Ее отвезли в больницу. Что? Чинар, мама в порядке? Не знаю, Чигла. Ничего не знаю. Не паникуй. Я еду. Я еду туда. Тебе потом сообщу, ладно? В какую больницу? Скажи, я тоже приеду. Я пошла. КОНЕЦ Как дела? Хорошо. Как может быть нехорошо, когда ты рядом? Но мама не разрешает мне наслаждаться этим. Твоя часть дома абсолютно мне недоступна. Да, у меня так же. Мама задала кучу вопросов с утра. Ты прямо на занятия, потом домой? И моя тоже, как твоя мама. Дома прямо напротив, но нам нельзя друг на друга смотреть. Почему это? Я не знаю. Все равно мы увиделись. Да, этого достаточно. Что ты делаешь? Ну, кафе. Элиф! Мама. Не беги. Как мало времени. Не беги, помедленнее. Нет, я бегу. Чем вы занимаетесь? Ничем. Разве ты не ушла на учебу? Элиф, иди. Я тебя на занятия отправила. И вот ты здесь с ним. Остывают. И ты здесь? Давай, не задерживай и бери. Это чьи? Я увидела друга, вот и все, иду. Не идешь. Кому? Кому это? Дяде Ибрахиму. Ибрахим много ест. Элиф, увидимся. А ну иди. До встречи. Вы не можете встретиться. Не встретитесь. Где вы собрались встречаться? Ты слышала, Минакше? Они сказали, до встречи. Точно. Так они и переписываются, может? Что значит до встречи? Они значит встретятся. Ну нет, ни за что. Я отправила ее на учебу. Она снова с ним встретилась. Перейдем к плану Б. План Б. Что за план Б? Вы переезжаете. Как грустно. Так грустно. Вы переезжаете, да? Не глупи. Съехать? Нет, мы их разлучим. Вот. Да, разлучим их. Именно. Ладно, ладно. Вам все равно не нужно переезжать. Почему? Потому что Эсра уехала в Анталию. Я счастлива. Сумасшедшая. Зюмрет, клянусь, мы решили действовать вместе. Но мы не сможем, видимо. Не трепи мне нервы разговорами о быстрее. Я тебя задушу. Задушу. Не души. Ладно, не злись. Из-за погодных условий на нашей высоте убедительно просим вас вернуться на места и пристегнуться. Не отстегивайтесь, пока табло не погаснет. Что происходит? Какие условия? Что случилось? Не бойся. Ничего не произойдет. Но если хочешь, можешь взять меня за руку. Если хочешь. Я лучше умру, чем возьму тебя за руку. Честно. Ладно. Что? Что уставился? А? Ты это наверняка подстроил. Что ты наделал? Поговорил с пилотом? Нет. Но идея хорошая. Азан, этот самолет приземлится. И что будешь делать тогда? Думаю, мы можем прогуляться немного. Спишь и видишь. Реанимация. Ченар, мама в порядке? Скажи, что да. Я не знаю, Чегла. Никто еще не пришел. Как не знаешь? Что случилось? А что могло с ней случиться? Выпила и отключилась. Не знаю, может, еще и с наркотиками смешала. Или перепила, или... Да что угодно. Горничная пришла прибраться. Мама отключилась и ударилась головой. Не понимаю, вчера все было нормально. Что с ней вдруг случилось? Что с ней вдруг случилось? Чего тебе непонятно, Чегла? Это мама. Как обычно. Ворвалась в наши жизни. Мы теперь по больницам бегаем. Ченар, мама приехала ради нас. Она была со своими детьми. А мы что сделали? Кинули ее в номере отеля. Надо было мне быть с ней. Слушай, дети перенимают от своей матери. Думаю, ты поступишь так, как перенял у отца, да, Ченар? Чегла, что нам прикажешь делать ради Аллаха? Соберись. Дети не должны беспокоиться о своих родителях. Родители должны. Ладно, но нам все равно надо быть с ней. Ты понимаешь? Что, если бы горничная опоздала? Или что похуже бы произошло? Да мама всегда так поступала, Чегла. Она внушала нам чувство вины. Не могу больше это терпеть. Не моя вина, что она рушит свою жизнь. Ладно, Ченар, поговорим позже. Сначала убедимся, что мама в порядке. Обсудим позже. Папа, привет. Эко. Да? Продажа парфюма идет очень хорошо. Ты слышал? Замечательно. Даже тысячу заказов сделали. И я сказал, ладно. В смысле? Пап, как мы подготовим тысячу? Даже если попытаемся, этого не будет достаточно. Эко, успокойся, успокойся. Мы сможем, сын. Все только и говорили, что обо мне. О чем именно, пап? Они сказали, что тот, кто смог найти формулу этого парфюма, настоящий гений. Правда? Точно, дорогой? Ладно. По факту, это же цветочный парфюм. Его раскупают, как горячие пирожки. Даже гиганты на рынке говорят о нашем успехе. Эко, почему эти парфюмерные гиганты всегда обсуждают за спиной? Давай сядем наедине, поговорим. Давай совершим сделку, пап. Пап, те штаны уже на мне висят. Посмотри, я потерял 15 килограммов. Стой, погоди, Эко. Мне никто не нужен. Я больше не гонюсь за парфюмом. Я хочу империю. Империю? Да. Будь в кафе сегодня, ладно? Ладно, пап. Забудь об отце. Хотели разбогатеть, а старик свихнулся, не успев даже начать. Я прилетела, мама. Прилетела. Еду в отель. Как прошел полет? Да, в принципе, неплохо, кроме пары проблем. Ладно, наверное, ты занята. Позже поговорим, дочка. Звони. Ладно, мама, позвоню. Давай, береги себя. Передавай привет папе и поцелуй. Эсра, уж такое сиденье по размеру. Дальше не отсядешь. Не надо бояться. Чего мне тебя бояться? Мне что, убегать от тебя? Азан, кем ты себя возомнил? Аллах. Я пытаюсь сесть поудобнее. А еще мне любопытно, что будешь делать, когда Чинар все выяснит? Какой Чинар? Где Чинар? Он сел в самолет. Интересно. Нет, я пойду поговорить с главным врачом. Никто ничего не говорит. Ладно. Привет, Асра. Привет, Чинар. Извини, не мог позвонить. Сначала я пропустил самолет, потом узнал, что маму отвезли в больницу. Я сейчас тут. За ней наблюдают врачи. Что случилось с мамой? Ты как? Что с ней? Моя мать, она выпила, как в последний раз, и отключилась. Скорая привезла ее в больницу. Теперь я жду прихода врача. Чинар, мне так жаль. Могу я чем-то помочь? Нет, нет, спасибо огромное, Асра. В общем, как только маме станет лучше, я прилечу в Анталью. Там и поговорим, ладно? Ладно, не беспокойся. Я здесь в порядке. Сообщи, если что. Пока. Что случилось? Ну, маму Чинару увезли в больницу. Что-то с ней произошло, не поняла. О, нет. Ничего плохого, надеюсь. Не знаю. Они заботятся. Может, она в коме. Здравствуйте. Азан, ты где? Я тебя ищу с утра, до тебя не дозвониться. У нас мама в больнице. Я тоже тут, жду. Я знаю, Асра сказала. Асра сказала? Как? Ты где, Азан? Я в Анталье, Чигла. Не мог доверить столь важную работу Чинару. А почему я не знаю об этом? Мог бы мне сказать. Даже не потрудился мне сообщить. Поверить не могу. Чигла, потом поговорим, ладно? Я позвонил, потому что волнуюсь о твоей маме. Что произошло? Алкогольное отравление. Мы ждем. Надеюсь, все будет хорошо. Азан, скоро перезвоню. Ладно. Спасибо. Пожалуйста. Не сможешь сильно расслабиться. Я собрал встречу с командой здесь до прилета сюда. Тебе надо быть в кафе в два. Азан, бей. Не думаете, что смешно собирать встречу до приезда Чинара? Бред какой-то. СРА. Думаю, ты забыла. Но позволь напомнить. Я директор и основатель этой компании. В смысле, я управляющий. И как твой начальник, я прошу тебя быть в кафе в два. Все. Здравствуйте. Азан Карфалы. Хорошие новости. Мы преодолели критическое состояние. Пациентка вне опасности. Хорошо. Но еще нужно быть осторожными. Мы не знаем, чего ожидать, когда она проснется. Подождем, увидим. Скорейшего выздоровления. Спасибо большое. Спасибо. Ну, хоть что-то хорошее, да, Чинар? Ну, не знаю, Чагла. Ты слышала врача? Подождем. Ничего не поделать. Я позвоню Сре, сообщу. Чинар. Я только что говорила с Азаном. И? Он в Анталье. В Анталье? Он не мог доверить тебе столь важную работу. Это его слова. Не понимаю, не могу поверить. Этот негодяй все ставит мне палки в колеса. Ох, бы Азан мне попался. Я бы... Я выйду. Подышу свежим воздухом, ладно? Алло, Алджай. Хочу попросить. Мне нужны фото двоих. Я хочу узнать, что они делают каждую секунду. Как близко взаимодействуют. И еще... Мне нужна запись с камер отеля. Знаешь кого-нибудь, кто может сделать? Найдем, Чагла. Я достану все, что хочешь, ты знаешь. Но стоить будет немало. Деньги не проблема. Просто сделай, что я хочу. Пока. Посмотри на него. Я переехала в другой город, чтобы не видеть его, а он меня преследует. Хочешь, чтобы я с ума сошла? Но нет, я не сойду. Стараюсь оставаться спокойным. Муса, но я с ума сойду. Не будет настоящего собрания без Ченера. Ты ему сказал? Но зато знал, как сговориться с ним за моей спиной. Нет, Муса. Иногда надо показать всем, кто здесь босс. Не прикидывайся скромным. Все подумают, что так и есть. Так точно. Бежать некуда. В смысле, даже если уедешь и обоснуешься на другом конце Турции, не скроешься. Даже если уехать на другой конец мира. Аллах. Он думает, я размякну. Но нет, он еще увидит. Не уйду я, Муса. Я не уйду из отеля, не увидев хоть малейшую надежду в глазах Эсры, что она меня простит. Брошу ей вызов. О, брат, сильное заявление. Но убеди Эсру вернуться в Стамбул. Меня тоже устроит. Я тебя даже поздравлю. Слишком долго это не было под ее контролем. Она вернется в Стамбул со мной. Увидишь. Посмотрим. Зейно, добро пожаловать. Спасибо. Муса, какое классное место. Будто в другом мире. Если хочешь, покажу тебе тут все. Я так обрадовался, когда ты позвонила. А Зана сейчас нет, я не могу выйти, но я бы с радостью выпил кофе. Хотя кофе в нашем офисе тоже вполне неплохой. Можно нам два фильтрованных кофе? Не могу поверить. Когда моя лучшая подруга работала здесь, у меня не было возможности хоть раз прийти. Я только что поняла, она просто уехала. Думаю, тебе не о чем жалеть, ведь твоя подруга может вернуться. Как это? Да. Минутку. Ты что-то знаешь? Ты что-то знаешь? Говори. Ну, спасибо. Спасибо. Что, если я скажу тебе, что Азан сейчас в Анталье со строй? Да ладно! Да. Что? Босс свихнулся. Более того, он оцелен вернуть ее обратно. Да, твой босс зашел немного далеко, Муса. Азан так ошибался. Эстра тоже зла, и я думаю, у нее тоже есть на это право. Ты права, но на этот раз я доверяю своему боссу. Пойдем. Увидим. Всем здравствуйте. 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 Эсра Ханым, да? Да, я Эсра Эртен. А я Зейнеп. Добро пожаловать. Приятно познакомиться. Спасибо. Здравствуйте, как дела? Хорошо, у вас. Азан Бе идет. Здравствуйте всем. Добро пожаловать. Прошу, не вставайте, прошу. Позвольте представить моих друзей. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Он был со мной на инсталляции в Стамбуле. Отныне Керимбей будет возглавлять проект Анталья. Азан Бей, мы ждем Ченар Бея? Да, Азан Бей, так было запланировано. Ченар Бей знает об этом? Нет. Ченар Бея не будет здесь. Ведь Керимбей гораздо более подкованный и опытный в этом, чем Ченар Бей. Он добился успеха за короткое время в Анкаре и Измире. Поздравляем. Спасибо. Исра Ханым, вы будете здесь? Нет. К сожалению, Исры Ханым тоже здесь не будет. Она нужна в Стамбуле. Она очень важна для нас. Тогда мне нет надобности здесь находиться. Приятно было познакомиться. Удачи. Спасибо. Спасибо. Как я и сказал, отныне вся ответственность у Керимбея. Мы планируем развить нашу инфраструктуру как можно скорее и эффективно заявить о себе в Анталье в течение года. Без лишних слов оставляю вас Керимбею. Он расскажет вам о наших планах. Керимбей, удачи. Эсра, что ты делаешь? Азан, что ты делаешь? Ты не можешь решать за меня. Могу. Эсра, не знаю, осознаешь ли ты, но я управляю компанией. У Чинара нет навыков управлять проектом здесь. Ну, а я не могу остаться здесь. Дай мне делать свою работу. Ты нужна нам в Стамбуле. Кому я нужна? Кому определенному я нужна в Стамбуле? Что ты о себе думаешь? Эсра, я управляю этой компанией. Я решаю, кто, где и как работает. Ты поняла? Мне не перед кем отчитываться. В общем, принеси свою работу по Анталье к ужину. Керим тоже придет. Там все расскажешь. Как пожелаете, Азан, Ви. Я не приказываю с Раханым. Дети, мне так жаль. Я не хотела, чтобы что-то такое произошло. Я не пила уже долгое время. Я бросила. Но я чувствую себя такой одинокой. Ничего, мама, все позади. Мы здесь. Ты не останешься в отеле, мы заберем тебя домой. Мы с тобой. Да? Кажется, ты в порядке. Поправляйся. Я уезжаю. Я сейчас. Чинар. Чинар. Чинар, куда ты? Я лечу в Анталью, Чагла. Я не дам твоему мужу разрушить компанию. Чинар, дело сделано. Я говорила с Ферхадбиейм утром. Азан убедил совет директоров. Он назначил Керимбея главой проекта «Анталья». Все поддерживают Азана. Не верится. Спасибо большое, Чагла. Спасибо огромное. Не поняла. Что ты не поняла? Почему ты не пришла и не сказала ничего, пока Азан так много делал за моей спиной? Чинар, я тоже не знала. И разве это не нормально, что я не хочу ввязываться в это, пока моя мама в больнице? Чагла, маме лучше, чем всем нам. Поверь мне, лучше, чем тебе или мне. С чего это лучше? Ты не слышал врача? Они промыли ей желудок. Это что, хорошо? Чагла, я слышал. Я слышал это кучу раз. Я всю жизнь это слышал. Мне надоело. Остачартела. Больше не могу. Она меня не одурачит. Как можно быть таким отстраненным? Чагла, я не отстранен. Я говорю, что больше не верю в мамины уловки. И мне надо разобраться с Азаном. И не волнуйся. Я ему не позволю. Я снова созову совет. Чинар, не глупи. Азан основал эту компанию из ничего. Ты сын босса, который только что прошел стажировку. Они тебе поверят или Азану? Ты как проигравший ребенок. Это не борьба. Это и есть борьба, Чагла. Начал ее твой муж. Что твой муж делает сострой? Почему все сводится к эстре? Почему Азан оказывается рядом с ней? Азан полетел туда по делу, Чинар. Я думаю, ты слишком наивная. Проблема Азана не в том, что я управляю проектом Анталия. Мы оба знаем, что Азан пытается предотвратить. Что это за брак такой, Чагла? Как ты можешь мириться с этим? Мой брак – мои проблемы. Чинар, это тебя не касается. И добро пожаловать во взрослый мир. Здесь нет места для избалованных детишек, которым доставалось все, что им хотелось. Здесь каждый сам за себя. Если хочешь быть успешным, неси ответственность за свои поступки. Ты правда как мать Чагла. Будь осторожна. Я так злюсь на Азана, что я больше не знаю, что делать или говорить. Нет, он правда старался. Он влюбил меня в себя. Я сказала «ладно» и поддалась. И что он делает потом? Уходит и женится. Я сказала «ладно». Проглотила это. Я приняла ситуацию. Сказала «отпусти меня хотя бы в другой город». С глаз долой, сердце вон. И он едет за мной. Не позволив этого. Он хочет меня вернуть. Подрывает свою работу. И что мне теперь делать? Я устала от этих эмоциональных качелей. Так устала. Что ему от меня надо? Я не понимаю, что он хочет. Свихнуться можно. Ненавижу его так сильно, что слова меня описать. Что мне делать, а? Можно мне полкило? Конечно, дорогуша. Неужели не ясно, что он хочет? Он влюбился. Говорю тебе, по уши. Сел рядом с тобой в самолете. Полетел за тобой в Анталию. Для Азана это серьезно. Тебе же нравится. Ну, конечно, это поражает. Да. Он еще принарядился. Оделся в рубашечку и костюмчик. Весь такой крутой на встрече. Говорит, весь такой крутой. Надо было видеть. Зино, ну что я несу? Ты меня раззадорила. Почему мы говорим об этом? Завтра все равно приеду. Обсудим позже. Ну ладно, не будь как я. Хотя бы насладись Анталией. Да как уж тут насладиться? Приехали, солнце в зените. Вечером шторм. Не поймешь. Чего это я на тебя злюсь? В общем, завтра приеду и поговорим. Ладно, поговорим. Целую, пока. Что? Что ты здесь делаешь? И так мне проходу не даешь. Ну, я переоделся, но если хочешь, могу надеть рубашку. Раз тебе сильно понравилось. Ты что, все слышал, да? Скажем так, подслушал. Так и скажем. Значит, ты должен был услышать, как я тебя ненавижу. Такого не слышал. Пропустил эту часть. И хорошо, что не слышал. Я все-таки добавлю. У тебя привычка слушать и половину пропускать мимо ушей. Принимая только то, что тебе хочется. Ведь можно пойти и сделать предложение той, кого толком не слушаешь. Пойди поженись на ком-нибудь. А, нет, Азан, извини. Ты же уже сделал предложение кое-кому. Даже женился. Эсра. Что, Эсра? Что, Эсра? Мне с тобой не о чем говорить. И не подслушивай меня. Извини. Кроме работы, общих тем у нас не осталось. Нет. Почему? Нет. Что? Только не ты. Невозможно. Ты многого не знаешь об Элиф. Как это? Чего, например? Многого. Да чего? Мамочки. Это что? Ты чего? Она храпит. Храпит? Элиф? Нет. Как паровоз. Храпит, как пароход, сынок. Элиф? Элиф. Я не верю. Разве так бывает? Как так храпит? Аллах такая изящная, как лебедь, девушка и храпит. Так странно. Откуда у нее вообще этот храп? Бывает, сынок. А мне каково? Бесполезен. Серьезно. Слушай, да эта солонка принесла миру больше пользы, чем Эко. Правда? Тетя Минакши, не говорите так. Я же вижу, Эко больше всех о кафе заботится. Она такая скучная. Элиф. Элиф очень скучная девочка. Она не умеет общаться. И шутить не умеет. С ней не весело. Она вообще на меня не похожа. Вот я целый парк развлечений. Да, да. Я часто меняю свое мнение. Как ветер дует, так и я. Я живу моментом. Выбираю лучшее. Потом отказываюсь от того, что сама выбрала. Я как свободная лодка в океане. Да? Но она не такая. Я вечно в движении. Как это? Нам с Элиф весело. Она как дурень. С писаной торбой. Ну правда. Как Ахмед. Ахмед? Я столько всего сказала, а ты про Ахмеда? Да. Что за Ахмед, мужчина? Мы его сосватали. Еще когда они были в пеленках. Это некрасиво. Они нас убьют. Мы пообещали. Нельзя теперь отступиться. Да ладно, тетя Минакше. Могли и получше бы придумать. Что? Отговорку. Могли найти получше. Да что тебе не скажи? Ты не ведешь себя так, как нужно. Не веду. Не веду. Потому что я очень хорошо знаю, какой эко-человек. И именно поэтому я... Именно поэтому что? Что, Элиф? Что именно поэтому? И именно поэтому мы с ним очень хорошие друзья. Большое спасибо за кофе. Спасибо, тетя Минакше. Я пойду. Спасибо. До свидания. Ну что? Что она сказала? Зюмрюд, сестра, твоя дочь такая наивная. Пока я говорила об эко, я сама от него отступилась, но она нет. Не говори. Так эко тоже. Правда. Когда я говорила с эко про мою дочь, а ты знаешь, я ее не очень люблю. Я отступилась. А эко не сдается. Я хочу им запретить. Запрети. Но запреты любят нарушать, поэтому я не буду. Так что нам делать, Минакше? Что делать? План С. Мы поплатим план С. План С? Что это? Скажи про план С. Скажи, что нам делать. Скажи. Не знаю. Надо придумать. Привет. Где Керембей? Скоро будет здесь. Садись. Лучше бы ему прийти поскорее, чтобы я могла работать дальше, а не видеть тебя. Эсра, давай не ругаться, прошу. Азан, если исчезнешь из моей жизни, мы не будем ругаться. Но ты не можешь этого сделать. Вот нам и приходится вечно сидеть так наедине. Я не буду с тобой сегодня спорить. Говори, что хочешь. И скажу. Ладно. Кстати, я сделал заказ для нас обоих. Я не голодна, я не буду есть. Я дам свою работу и пойду в номер. Хорошо. Пусть принесут еду, а там решишь. Мама спит, папа. Можно спросить тебя, дочка? Ты думаешь нормально, что твоя мама здесь? Папа, ты знаешь, что мы с Азаном только поженились? В нашем доме еще нельзя принимать гостей. Иначе я забрала бы маму к нам. Не надо, не надо. Так не делают. Вы же молодожены. Но этой женщине не надо оставаться здесь. Я беспокоен. Чинар точно скоро взорвется. Папа, это ты выбрал нашу маму, а не мы. Что нам делать? Смотреть, как ее снова положат в больницу, если будет в отеле? Врач сказал, ей нельзя жить одной. Она не хочет лежать в больнице. Так что мне делать? Чигла, ты такая наивная. Она получила, что хотела. Разве не видишь? Она искала способ попасть в дом. Она его нашла. Эта женщина, эгоистка, которая думает только о себе и делает все за спиной у других. Не давай ей себя обмануть. Ты закончил? Я так устала. Я хочу домой. Поговорим о маме потом. Подожди, подожди. Сядь. Да, папа. Почему Чинар и Азан вечно ругаются? Ради Алла. Что они не могут поделить? Что бы это ни было, это распространяется на работу. Это нехорошо. Я не знаю, папа. Я тоже не знаю. Правда, я так устала. Я пойду домой. Доброй ночи. Доброй ночи. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Никто не приходит в рестораны в Анталии? Разве не странно? Посмотри. Думаю, не странно. Азан, что происходит? Эсра, ты так и не поняла, какой сегодня день? Конечно, поняла. Сегодня день, когда ты саботируешь мою работу. Нет, нет, я не об этом. Какое сегодня число? С годовщиной свадьбы, моя Эсра. Азан, спасибо, какие красивые. Тебе нравятся? Конечно, конечно, нравятся. Они не такие красивые, как ты. Моя Эсра, какое платье. Ты такая красивая, шикарно выглядишь. Спасибо. Садись, давай сумку. Шеф Минекше приготовила это для нас. Отлично. Стой, не начинай. Не бойся, закрой глаза. Глаза? Да. Я тоже закрыла глаза. Азан, мы не смогли поехать на Медовый месяц. Так что представь, что мы сейчас в Анталии. Ужинаем в дорогом ресторане, дорогого отеля. Мы весь день путешествовали, гуляли, плавали, веселились. А вечером сели ужинать вместе. Как тебе? Моя Эсра, я рад, что мы в Анталии. Мы что, приехали осенью? Почему тут так пусто? Дурачок. Ты что, закрыл ресторан для нас? А, я? И правда, прости, забыл. Ты права, моя Эсра. Я закрыл ресторан. Я так тебя люблю, моя Эсра. Так люблю. Обещаю, однажды я исполню это. Будет даже лучше. Я исполню. Обещаю. Ужин в дорогом ресторане в Анталии. И ты закрыл ресторан. Как обещал. Киримбей не придет. Не придет. Эсра? 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 Постой. Что? Что, Азан? Чего ты от меня хочешь? Чтобы я умерла? Потому что только это мне и осталось. Я в отчаянии. Я убита. Ты не видишь? Азан, я в отчаянии. Эсра, я тебя так сильно люблю. Ясно? Я люблю тебя. Азан, ну что это за любовь? Что это за любовь? Разве это любовь? Мне не нужна такая любовь, от которой больно. Я решаю, что все кончено. Я уйду и ухожу. Ты не даешь уйти. Я решаю остаться с тобой. Ты уходишь и женишься на другой. Ты не понимаешь, как я себя чувствую. А ты не видишь, как я себя чувствую? Думаешь, у меня все в порядке, раз внешне все хорошо? Я разбит. С тех пор, как ты рассказала, что тогда случилось, я разбит. Я каждый раз переживаю это снова и снова. Эсра, я с ума схожу. Я схожу с ума от того, что не знал этого, не видел. Я разбит. Заново проживаю каждый твой взгляд, каждое слово снова и снова. Я разбит. Да. Да, я совершил ошибку. Да. Но Эсра, я никогда никого не любил. Только тебя. Я всю жизнь люблю только тебя. Я никогда никого, кроме тебя, не любил. Почему тогда мне так больно? Почему душу рвет на куски? Почему мне так больно, Азан? Тише. 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 Иди сюда. Нет, 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 не хочу. Нет, я не хочу. Все пройдет. Все пройдет. Все будет хорошо. Мы с этим справимся, моя Эсра. Все пройдет. Тише. Отойди. Не трогай меня. Это неправильно, Азан. Что мы делаем? Это неправильно, неправильно. Ты женат. Ты женат. Нет, 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 нет. Все хорошо, моя Эсра. Мы не делаем ничего плохого. Мой брак. Просто бумажка. Вот и все, вот и все. Ничего плохого. Почему тогда все кажется таким глупым? Почему мне больно от твоих касаний? Почему я чувствую, что все, что мы делаем неправильно, это неправильно, это ошибка? Эсра, нет. Я не хочу больше ошибок, Азан. Эсра. Отойди, не приближайся ко мне. Эсра, это не ошибка. Не подходи. Милая, не грусти. С твоей мамой ведь ничего не случилось. Она будет в порядке. А где Азан? Не понимаю, почему ты в такой день одна? У Азана встреча. Да и как бы он узнал, что так будет? Ну что ж, пойдем. Мне нужно домой. Ты иди, если хочешь. Я еще посижу. Ладно. Не сиди долго. И ни о чем не волнуйся. Все будет хорошо. Хорошо. Увидимся. Проблема Азана не в том, что я управляю проектом Анталия. Мы оба знаем, что Азан пытается предотвратить. Ты правда как мать чекла. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Я сейчас вернусь. Чегла? Поверить не могу. Когда я думала, что хуже уже не будет, то ты тут как тут. Я не ждал теплого приема, но это как-то грубовато. Не думаешь? Что ты делаешь в Стамбуле, Мерт? Я насовсем вернулся. Теперь я здесь. Как чудно. Ты вышла замуж. Да, вышла. В этот раз меня не бросили. Успех, правда? Уходи, Мерт. Выглядишь грустной. Давай поговорим. Тебе это нужно. С тобой? Говорить с человеком, который принес столько зла? Серьезно? Послушай, ты права. Ты права, я причинил тебе много вреда. Но я жалею. Я ни на секунду тебя не забыл. Где твой муж? Там, где он хочет быть. На его месте я бы хотел быть с тобой. Иногда люди слишком поздно понимают, что они потеряли. Вот, все и сделано. Что это? Что? Я же выключила свет. Это... Вор! Что мне делать? Ты хочешь ограбить мое кафе, да? Хочешь ограбить меня? Аллах! Кто ты? Что вы тут делаете? Мы ничего не делаем. Успокойся. Кто вы такие? Это мы, это мы. Мама, пап, скажи что-нибудь. Снимите это. Ничего не понимаю. Ладно, ладно. Ладно, сейчас. Снимай. Это... Это мы, мама. Мы, это мы. Кто же еще? Это мы. Мы. Что вы тут делаете? Что за одежда? Что за склянки? Почему в очках? Мы делаем духи, душа моя. Духи. Да ничего плохого, просто духи. Вы делаете духи. Да, мама. Ты пришла, мы чуть с ума не сошли. Чуть сердце не остановилось. Вы маньяки? Опять? Илчин, ты сжег кафе дотла своим прежним экспериментом. Ты забрал у меня мой хлеб. Тебе нельзя этим заниматься. У тебя уже были ошибки. Скажи что-то, или я тебя убью. Я вас самих в эти банки засуну. Не делай так, душа моя. Не надо, пожалуйста, мама. Не надо, стой. Не делай этого. Душа моя, успокойся и я объясню. Мы делали их в мастерской и платили много денег. Потом Эко сказал, зачем столько платить? У нас же тоже есть место. Он сказал, давай делать духи в кафе. Папа, как ты мог меня так предать? Кто так поступает с сыном? Мама, а папа принял заказ на тысячу склянок. У нас теперь бизнес. А еще, мама, папа ведет себя странно. Он решил, что он парфюмерный гигант. Милая, не слушай, Эко. Ты же меня знаешь. Я скромный человек. Ты знаешь, душа моя обо мне. Все заговорили. Даже парфюмеры. Да иди ты. Да, вот так вот, мама. Смотри, вот доказательства. Вот, смотри. Вот, денежка. Да. Смотри, мама, деньги. Правда, деньги. Настоящий аванс. Глянь, какие. Так медленно. Не может быть. Мы еще ждать должны. Кап, кап, кап. Что это такое? Надо было зажечь свечу, Илчин. Давай возьмем другую трубу, чтобы больше капало. Пусть течет, как из крана. Да. Ладно, милая, я подумаю, да. Нужно доработать. Да. Я с ума сойду. Я с ума сойду. Я правда схожу с ума. Мама. Позвоню маме. Поговорю с ней. Мне нужна мама. Где мой телефон? Внизу забыла. Браво, Азан Карфалы. Сменить мне водителя? Устроить внезапную поломку двигателя? Заставить пропустить рейс? Отличный план. Молодец. Зачем ты пришел, Чинар? Ты опоздал с работы в Анталье. Я уже отдал должность Керимбею. Я знаю, что ты убедил всех. Я ожидал многого, но не этого. А что мне было делать? Позволит тебе рушить компанию? Компанию, да? Так ты о компании беспокоишься? Думаешь, это игра? Я не играю в игры. Если это игра, ты уже проиграл. А мне так не кажется, Азан. Где же Эстера? Ей не понравился твой сюрприз, да? Эстера тебя не касается. Касается. Не забудь, ты женат на моей сестре. Я не забыл, Чинар. Не волнуйся. Тогда держись подальше от Эстеры. Хватит, Чинар. Чинар, возьми себя в руки. Сволочь. Вы что творите? Чинар! Азан! Чинар! Азан! Что вы творите? Чинар. Чинар, у тебя кровь. Нет, нет, я в порядке. Как ты? Чинар, ты бровь рассек. Ты как? Да, Эстера. Нужно промыть. Нет, правда, все хорошо. Порядок, это пустяки. Что случилось, Чинар? Почему вы подрались? Из-за должности? Эстера, я умоюсь и вернусь, ладно? Тогда Perché. Ну-ка. Быр. Субтитры подогнал «Симон» Мы плавали всю ночь. Помнишь, как море сверкало? Да, помню. Я как будто плыла в луче света. Мы не спали до утра. Встречали рассвет на яхте. Нам было так весело. Да, нам было весело. А вот концовка для меня была не очень веселая. Я был молод. Чегла слишком молод. Я боялся жениться на своей первой любви и совершить ошибку. Но сейчас я понимаю, что моя главная ошибка – расстаться с тобой. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вот, надо обработать. Не надо было, Эсра, мне не нужно. Сядь, я промою. Азан, сядь. Азан, сядь. Азан, сядь. Азан, сядь. Этого хватит. Эсра. Как только вернусь в Стамбул, я поговорю с Чегло и положу этому конец. А пока подожди меня. Азан, сядь. Ждать мне его. Почему я должна тебя ждать? Ты женатый человек. Ты женат. А я все равно должна ждать. Азан, сядь. Азан. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ты как раз вовремя. Завтрак готов. Мерт, слушай, я сюда вчера не приходила, и у нас ничего не было. Ясно? Ясно. Когда ты не придёшь снова? Видимо, ты не понял. Я люблю мужа. Да, я сделала ошибку, но только потому, что злюсь на него. Этого не повторится. Не звони мне. Как хочешь. Ты сама мне позвонишь. Я не хочу тебя видеть. Я буду спасать свой брак. Я люблю своего мужа. Чигла? Спокойно, Чигла. Никто ни о чём не знает. Спокойно. Дыши. Дыши. Азан, милый, ты приехал? Да, я дома. Где ты? Я зашла к маме. Зашла домой. И как она? Ей лучше? Да, лучше. Ей каждый день всё лучше. Что ж, Чигла, встретимся дома. Нам нужно поговорить. Работа в Анталье закончилась, не начавшись. Но ничего, у нас и так много дел. Да. Я хотела сегодня заехать в офис. Нет, тебе лучше поехать домой и отдохнуть. Нет, нет. У команды Анталии много вопросов. Они не знают, что делать. Я должна им помочь. Думаю, до завтра они подождут. Но это тебе решать. Кстати, твоя семья знает, что ты вернулась? Нет, я ещё не говорила. Знаешь, я по ним уже соскучилась. Мама сейчас готовит в кафе. Папа точно решает кроссворд. Брат развозит заказы. А, Чинар, высади меня где-то в стороне. Хочу их удивить. Конечно, как хочешь. Да. Что получается? Девять. Три плюс три. Да, четыре. Четыре. Нет. Надо расширять производство, а то не окупится. Нет, нет, нет. Я не могу жертвовать качеством. Нет, у меня есть имя, репутация. Моя имя, Никша. Репутация. И деньги мне не важны. Важно качество парфюма. Деньги мне важны. Ничего себе. До вчерашнего дня ты сидел и решал кроссворды. А теперь, говорит, дорогая, у меня есть репутация. Как до луны пешком. А еще название парфюма – мое имя. Да, милая, твое имя. Но кто это придумал? Я. А еще, как ты и сказала, на одном имени далеко не уедешь. Да. Подождите, вы забываетесь. Пожалуйста, соберитесь уже. Аллах. Я в порядке. Я все. Твой папа зазнался. Он странно себя ведет. Да, папа. Ой, ты туда же, гениев. Никогда не понимали. Он мне так сказал? Мне? Нет, милая, я ко всем сразу. Опять приняли на свой счет. Эко, смотри за отцом, добром это не кончится. Ладно, ладно, мы заработали деньги и сразу поругались. Нет, раз уж деньги нас ссорят, давайте поссоримся, когда их станет больше. Подожди минуту, сын. Я должна это сказать. Давай не растрачивать эти деньги. Давай столько не тратить, а то закончатся. Да, правда. А сама она, между прочим, купила золото. Ты знал? Давай, скажи. Я купила. Да, купила золото. Зачем? На будущее. Сказали, золото поднимется в цене. Эко, не думай, что я не видела твой подарок для Элиф? Да, мама, я сильно потратился, но ничего страшного. Деньги скоро появятся. Накоплю снова, не проблема. И еще, ты вмешиваешься в мою личную жизнь, мама. Хватит. Что? Личную жизнь? А она у тебя есть, Эко? Ты живешь в моем доме. Твоя скрипка лежит посреди комнаты. Я видела, когда убиралась. Правда. Ладно, прекратите, успокойтесь, хватит уже. Говорят, в этом кафе очень вкусные баклажаны. Дочка! Почему она здесь? Эсра. Эсра, почему ты вернулась? Привет, привет. Что случилось, Эсра? Нет, мама, ничего такого. Все пошло не по плану, проект в Анталии отменился. Ну, ничего, ничего. Я рад, что ты дома. Хорошо, хорошо, ничего. В Анталии нашей семье все равно не везет. Все к лучшему. Я пойду отдохну, схожу в душ, потом днем съезжу в офис. Я помогу. Давай. Стой, мам. О, вы деньги с утра считаете? Эсра, помоги. Купить на рынке горох или чечевицу? Что такое, брат? Помогу. Она увидела? Нет, милая, не видела, но я спрошу. Почему ты скрыла наш бизнес от дочери? Я не скрыла, не скрыла. Зачем мне это? Я запаниковала. Зачем прятать? Не понимаю. Какие у меня дочки секреты? Слушай, этот блондинчик тебя чем-то обидел? Нет, при чем тут Чинар? И не зови его так. Он блондин, мне его фиолетовым звать? Я расскажу тебе все наверху. А, так что-то случилось. Чигла Ханым, у меня есть фото, которое вы просили. Я отправил на вашу почту. Спасибо, сейчас посмотрю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА С прилетом, Чинар. Спасибо, пап. Что с лицом? Ничего, я упал и рассек бровь. Ты в порядке? Да, папа. Папа, говори, что хочешь, ради Аллаха. Говори, что я провалился, что не закончил то, что начал. Скажи, что я облажался. Нет, не буду. Тебе нужен такой опыт. Мы учимся на ошибках. Папа, это не мои ошибки. Азан все подстроил. Чинар, твоя ошибка в том, что ты не предупредил Азана с самого начала. Закончи эту бессмысленную вражду между вами. Вам обоим пора взять себя в руки. Папа, я знаю, что делаю. Как никогда раньше. Но ты прав. Я получил в Анталье хороший урок. С этих пор я не буду играть по чьим-то правилам. Я установлю свои правила. И им должны будут следовать. Посмотрим, кто выиграет, а кто нет. Чигла? С приездом. Спасибо. Ты снова подрался с Чинаром? Я пытаюсь с ним говорить, но он не слушает. Чигла? Присядь, надо поговорить. Ладно. Я слушаю. Чигла, для нас больше нет смысла в этой работе. Работе? Не думала, что я для тебя работа. Чигла, ты знаешь, о чем я. Да, знаю, но ты обещал мне. Чигла, я тебе обещал и свое обещание выполнил. Я поставил подпись и женился на тебя. Мы выполнили наши обязательства. Даже в Италию съездили. Но притворяться хуже для нас обоих. Ты можешь обвинить во всем меня. Не знаю, скажи, что Азан не смог стать хорошим мужем. Я не против, но я больше не могу притворяться, Чигла. Я больше не могу врать. Ладно. Закончим. Поговорим с адвокатом, все уладим. Ладно. Спасибо, Чигла. Но, Азан, у меня есть просьба. Давай притворяться, пока не завершим развод. Давай жить вместе. Давай будем мужем и женой хотя бы на людях. Дай мне время собраться и всем рассказать. Иначе, Азан, я не справлюсь с новостями в газетах и сплетнями на работе. Я обо всем скажу после развода. Пусть все узнают тогда, даже моя семья. Хорошо, ты права. Я буду с тобой до развода. Я позабочусь об этом, не волнуйся. Я пойду в офис. Пока. Пока. Эко, что такое? Ты сказал, срочно. Да, это очень срочная ситуация. Вот это должно оказаться у тебя. Скрипка? Да. Ты купил мне скрипку? Да. Я купил скрипку. Поверить не могу, Эко. Такая красивая. Все струны, все музыкальные инструменты должны стать твоими. Вот так я чувствую. Я рад делать тебе подарки. А как иначе? Я же теперь столько зарабатываю. Решил сделать что-то приятное для тебя. При слове радости я тут же вспоминаю тебя. Вот я пошел и купил эту скрипку. Это лучший подарок, который мне дарили. Спасибо тебе большое. Я позабочусь о ней. Обещаю. Обещай. То есть, да. Ты сказала, что играла на скрипке. Контрабас тоже отличный инструмент, но скрипка такая изящная. Я купил скрипку, потому что решил, что она тебе больше подходит, что ли. Ты красивая, как она. И изящная. Мои друзья сегодня выступают. Хочешь пойти послушать? А, не сегодня. Мы с папой сегодня снова делаем духи. У нас бизнес. Помнишь? Эко, я так боюсь, что у тебя будут проблемы из-за этого парфюмерного бизнеса. Слушай, я не жду от тебя дорогих подарков. Я не хочу, чтобы ты много зарабатывал или что-то еще. Я тебя люблю не за это. Что? Что ты сказала? Ничего. Нет, нет, ты сказала. Я не говорила. Ты что-то сказала, точно что-то сказала. У тебя вырвалось слово. Слушай, у меня сердце либо остановится, либо выпрыгнет. Можешь еще раз, пожалуйста. Ладно, сказала. Да, сказала. А что, нельзя? Нет, можно. Как это нельзя? Можно, конечно. Конечно, да. Ради такого и умереть не жалко. Не жалко. Но я тебя люблю еще больше. Это понятно, ведь так? Уже не знаю. Я не знаю. Пойду поиграю на скрипке. Ладно. Мне надо практиковаться. Да, конечно. Конечно, играй. Спасибо тебе. Отлично. Отлично. Элиф любит Эко. Элиф влюблена в Эко. Она меня любит. Как это здорово. Я в восторге. Она меня любит. Сын, я в первый раз в жизни на тебя злюсь. Ну да, ты женился. Теперь не навещаешь. Не приводишь мою невестку. Ну, так же нельзя, сынок. Нельзя, милый. Я зайду как-нибудь, мам. Ты в порядке? Все хорошо? Да, мы в порядке. Все отлично. А ты как? Постой-ка, твой голос. Ты ведь не расстроен? Сынок, ты же Зевс. Что случилось? Что-то случилось, да? Нет. Я в порядке. Скоро будет еще лучше. Ладно, мам. Я иду навстречу. Пока. Увидимся. Ладно, сын, целую. Мне это не нравится. Голос грустный. Что-то не так. У них проблемы в браке. Ох, как жаль. Что такое? Почему он грустный? Я узнаю. Узнаю, но... Что же там? Я пришла. Я пойду. Постой-ка. Что это? Скрипка. Эко подарил. Подарок. Дочь, я покупала тебе самые дорогие, самые красивые и утонченные вещи. А это что? Держишь под мышкой? Я пойду к себе, поиграю на скрипке. Прошу не мешать. Надо же. Посмотри на ее поведение. Какая глупая у нее улыбочка. Бесит. worked. Бесит.